День науки в лицее имени Лобачевского проводится ежегодно. 2024-й не стал исключением. В рамках мероприятия была подготовлена научно-просветительская программа. 10-е классы защищали свои образовательные проекты, а для учащихся в 8-х и 9-х были прочитаны лекции. Лилиана Шакирова, заведующая кафедрой теории и технологии преподавания математики-информатики Института математики-механики имени Лобачевского, подготовила содержательную лекцию, посвященную открытиям и достижениям Николая Лобачевского, его труду в стенах Казанского университета. По словам самих учащихся, несмотря на то, что они хорошо знали биографию ученого, в честь которого назван их лицей, ребята узнали для себя много нового. Мы всегда дружим с учеными институтов КФУ. Они часто даже слову «гости» не подходят. Наши коллеги, наши ученики знают их, используют их лекции в материалах для своих рефераторов, для проектов. Мы очень рады, что мы учимся в лицее, который имеет прямую связь с университетом. Также была проведена лекция, затрагивающая один из самых актуальных вопросов современности. Ведущий научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев выступил с темой, посвященной нефти. Ни для кого не секрет, что Республика Татарстан известна далеко за пределами России своими запасами и добычей этого сырья и газа. Как отметили заинтересованные лицеисты, лекция помогла повысить общее понимание значимости черного золота для мировой экономики и экологии, а кто-то и вовсе заинтересовался и подумал связать свою жизнь с нефтедобычей, нефтепереработкой и нефтепромышленностью. Часто приходим на такие мероприятия, наша администрация их очень качественно проводит, приглашает нас на подобного рода события, нам очень нравится, мы все с интересом их слушаем и каждый раз получаем большое наслаждение, получаем новую информацию, открываем для себя что-то новое. Праздник Дня науки имени Лобачевского стал отличным поводом для подрастающего поколения почувствовать себя частью научного сообщества, погрузиться в атмосферу знаний и открытий, а также вдохновиться на будущее открытие и свершение. В завершении мероприятия самые активные ребята получили памятные подарки. Тимур Гамилов, Резида Каримова, Николай Асуховский, Универ Новости.